В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. В этом учебном году допуском к итоговой аттестации для девятиклассников станет собеседование. В настоящий момент проходит его апробация. Это уже вторая апробация. Первая была 11 ноября. И участвовали 30 человек. Сегодня участвуют 10 человек. По итогам муниципального конкурса лучшим учителем Ленинского района был признан Евгений Кунавин, преподаватель немецкого языка и русской литературы в Видновской гимназии. Человеческая жизнь, человеческое развитие, человеческое мышление – это приоритет. Ленинское управление ГИБДД провело рейд по выявлению водителей, в чьих автомобилях дети до 12 лет передвигаются без специального удерживающего устройства. Сегодня мы работали, наверное, часа полтора. За это время мы привлекли к административной ответственности всего четырех водителей. В этом учебном году допуском к итоговой аттестации для девятиклассников станет собеседование. Сейчас в Ленинском районе проходит его апробация на базе Видновской гимназии. Это уже вторая апробация. Первая была 11 ноября, и участвовали 30 человек. Сегодня участвуют 10 человек. Проверяются, как учащиеся за девять классов научились коммуникативным каким-то функциям, как они вообще сориентированы в обществе, их умение общаться, умение выражать свои мысли, умение обобщать, делать выводы. В аудиторию ребята заходят по одному. Помимо ученика здесь находится экзаменатор, эксперт и технический сотрудник, который ведет аудиозапись собеседования. На каждое отводится 15 минут. Экзаменатор задает вопросы, школьник отвечает. Задача эксперта – оценить ответы ученика по определенным параметрам и в результате поставить зачет или незачет. 13 февраля будет основное итоговое собеседование. Те, кто получит незачет, они смогут в марте и в мае, у них будет еще две возможности получить вот этот допуск к итоговой аттестации за курс основной школы. Первая апробация в гимназии прошла успешно. Из 30 человек ни один не получил незачет. Преподаватели надеются, что и на этот раз неприятных сюрпризов не будет. Успешно прошедшие собеседования девятиклассники будут допущены ГИА и смогут сдать два экзамена по выбору и два обязательных – русский язык и математику. По итогам муниципального конкурса лучшим учителем Ленинского района 2018 года был признан Евгений Кунавин – преподаватель немецкого языка и русской литературы в Видновской гимназии. Как ему досталась победа и в чем секрет человека, на уроке которого дети идут с удовольствием, узнала наш корреспондент Юлия Погосян. Гуманная педагогика и индивидуальный подход каждому ученику – основные принципы, которых в своей деятельности придерживается Евгений Кунавин – учитель русской литературы и немецкого языка. На протяжении четырех лет он практикует такой подход в Видновской гимназии, куда пришел работать сразу после окончания университета. Человеческая жизнь, человеческое развитие, человеческое мышление – это приоритет. Никакого давления, никаких авторитарных принципов, исключительное взаимодействие, товарищеское, наверное. Выбор профессии для Евгения был очевидным. Еще будучи школьником, он хотел работать с детьми. Желание поддержали родители, и он поступил на факультет славянской и западноевропейской филологии. В высшей школе изучал русский язык и литературу, и немецкий. И сегодня свой путь к познанию не прекращает. В скором времени ему предстоит защита кандидатской диссертации в аспирантуре. Это очень интересный и самобытный человек. У меня учится сын в его классе, и каждый раз он приходит с огромными восхищенными глазами, потому что, говорит, наиболее интересных уроков у него по литературе пока еще не было. И как человек, как учитель, именно я хочу сказать, что это обязательный, творческий и неординарный человек в общей личности. Евгений Кунавин представлял Видновскую гимназию в конкурсе «Учитель года» Ленинского района. На протяжении нескольких месяцев шли отборочные этапы. Открытые уроки, круглые столы, представления образовательного проекта. Наш герой предложил создать сайт «История литературы и искусства», который помогал бы обучать детей через проектную деятельность. Ей Евгений уделяет большое внимание. Может, поэтому у него пока нет классного руководства, ведь внеурочная работа с учениками занимает много времени. Ребята своего учителя любят и уважают. Он очень добрый, понимающий человек и отличный учитель. Он очень доступно доносит информацию. И умеет говорить так, что заинтересовывает даже людей, которые в литературе вообще не заинтересованы и никогда не занимались. Наш герой предпочитает не стоять на месте, а всегда двигаться вперед. Именно поэтому он и решил попытать удачу в конкурсе «Учитель года» и занял первое место. Такому жизненному принципу он учит и своих подопечных. Новые знания, которые дети имеют возможность получить в школе, одна из составляющих развития личности. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видно этого. Подмосковные власти будут компенсировать социально незащищенным категориям населения половину расходов на утилизацию мусора. Соответствующий закон приняли в четверг депутаты Московской областной думы. По информации регионального информационного агентства, отдельным категориям граждан, проживающим в Московской области, в рамках меры социальной поддержки по оплате за коммунальные услуги с 1 января 2019 года будет предоставляться ежемесячная денежная компенсация расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами в размере 50%. 20 января приглашаем жителей Ленинского района принять участие в акции «Видное за раздельный сбор мусора». Она пройдет по адресам «Видная улица Заводская, дом 15» на стоянке у взрослой поликлиники с 10.30 до 12.15 минут. И в деревне Сопронова, микрорайон Купеленка, квартал Северный, дом 5, строение 1 с 11.30 до 13.00 часов. Во время проведения акции будет развернут информационный стенд и установлены коробки с мешками для раздельного сбора мусора, банок, бутылок, пакетов и бумаги. Раздельно собранные фракции будут вывезены и переданы для дальнейшей переработки. В 2018 году в автомобильных авариях на дорогах России погибло более 500 детей. В основном к гибели приводит то обстоятельство, что ребенок находится в машине без специального удерживающего устройства. Ленинское управление ГИБДД регулярно проводит рейды по выявлению водителей, в чьих автомобилях дети до 12 лет передвигаются без такого устройства. На днях подобное мероприятие, первое в наступившем году, прошло на территории торгово-развлекательного центра «Вегас». Конец рабочего дня, и люди торопятся в торговые центры прикупить необходимые продукты. Многие едут с детьми. У Светланы Красновой на заднем сидении тоже маленький пассажир, 7-летний сын. Мальчик находится в специальном удерживающем устройстве. Все по правилам. Ваш ребенок всегда ездит в кресло? Всегда ездит в кресло. Он это сам на сколько понимает? Ты на сколько понимаешь? На пять. Но не все понимают – это также отлично. И ладно, дети, взрослые, которые несут за своих малышей ответственность, бросают вызов судьбе, находя разные причины отсутствия удерживающих устройств. Кресло есть вообще? Конечно, есть. Просто не поместится, поэтому не взял кресло. Не помещается в машину? Да. Потому что сзади там еще маленький ребенок, она лежащая. Но стоит только представить, что может произойти во время столкновения двух машин, которые двигаются со скоростью всего 50 км в час, когда непристегнутого ребенка бросают на лобовую панель. Кроме того, ребенок, пристегнутый обычным ремнем безопасности, также травмируется. Рассчитанная на взрослого конструкция ремня запросто способна сломать шейные позвонки малыша. Сотрудники ЕВДД не раз выезжали на ДТП и своими глазами видели подобные случаи. Именно поэтому они стараются предупредить аварии. И в последнее время нарушителей стало значительно меньше. Сегодня мы работали, наверное, часа полтора. За это время мы привлекли к административной ответственности всего четырех водителей. В основном, да, действительно, родители подходят серьезно к данному направлению, не нарушают и берегут своих детишек, перевозят удерживающих устройств. Но даже таким ответственным водителям, как наша героиня Светлана, инспекторы ГИБДД терпеливо напоминают о правилах перевозки и вручают памятку, которую дома можно будет изучить всей семьей. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ. Женская баскетбольная команда «Спарта-НК» продолжает серию домашних матчей на паркете Дворца Спорта «Видное». В рамках регулярного этапа Премьер-лиги Чемпионата России наш клуб сразился с московским «Динамо» и одержал убедительную победу 86-52. Нюанс игры в Премьер-лиге состоит в том, что здесь важна каждая игра. Победа в нынешнем противостоянии поднимает «Спарту-НК» с седьмой на четвертую позицию в турнирной таблице. Зная это, многочисленные болельщики, заполнившие фойе спортивного комплекса, были настроены на красивое зрелище. Давно ждал этот матч «Динамо-Москва», «Спарта-НК». Будет хороший матч, думаю. С удовольствием пришли. Нам очень нравится сюда на баскетбол ходить. Мы практически ни одну игру не пропускаем. Внучке очень нравится. Ждем победы, конечно. «Динамо» сейчас не очень в хорошем состоянии, поэтому, думаю, выиграем сегодня. И спортсменки команды «Спарта-НК» постарались сделать все, чтобы не обмануть эти ожидания. В первой четверти игры инициатива, казалось, была на стороне гостей. Но очень скоро наши спортсменки разгадали тактику соперников и постепенно начали наращивать преимущество. На первый перерыв команды ушли со счетом 22-15. Во второй части игры команды шли, что называется, ноздря в ноздрю. И долгое время преимущество одного соперника над другим не превышало пары очков. Но большое количество фолов у команды «Динамо-Москва» и более слаженная игра «Спарта-НК» позволили уйти на большой перерыв со счетом 37-29 в пользу видновчанам. Игра достаточно вязкая, сложная. Но я и рассчитывала, что примерно такая она и получится. Потому что чемпионат России, премьер-лига, он сейчас находится на таком уровне, когда практически 7 команд совершенно одинаковые по своим возможностям. Во второй части игры спортсменки команды «Спарта-НК» нарастили темп, и разрыв по очкам постоянно увеличивался. После третьей четверти он составлял 19 очков. Но наши спортсменки привыкли бороться до конца, и даже имея существенный задел, не останавливаться на достигнутом. Закончился матч с разгромным счетом 86-52. Следующий домашний матч «Спарта-НК» проведет с «Динамо» из Новосибирской области 27 января. И в заключении выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 19 января, ожидается пасмурная погода. Утром, возможно, небольшое прояснение, но безоблачным небом будет недолго. Ночью ожидается снег. К утру он закончится, и больше осадков не предвидится. Температура опустится до минус 5 градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.